Сегодня отмечают третий день Масленицы, который получил название Лакомка. Этот день был самым вкусным и самым сытным. Считалось, что на Лакомку нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как говорили в народе, сколько раз собака хвостом махнет. Про широкий разгул, преображение русской деревни, тёщах, зятьях и блинах расскажет Любовь Пермякова. В старину в эти дни умели разгуляться как следует. Что ни день, то праздник. Каждый день Масленичной недели имеет своё название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. В понедельник встречали Масленицу горой блинов. Блины пекли толстые, чтобы с одного наесться от пуза. Во второй день – заигрыш. Нужно было вдоволь нагуляться, покататься с гор. Сегодня у нас третий день Масленицы, Лакомка. Это самый сытный день недели. Хотя, конечно, хозяйки начинали готовить загодя, и со стола не убирали целую неделю. В Лакомку варили разные напитки. Пиво, сусло, сбитень, брашко с ягодами, с морожкой, с черникой, с брусникой, с калиной. Всё, что росло, всё шло. Значит, в эти напитки на столе были обязательно пироги. Творожники, калитки, калачи. Всевозможные такое обрядовое печенье, как орешки. И сейчас почему-то забыто, что это печенье относится именно к Масленице, и причём к Лакомке. С четверга начиналась широкая Масленица, а значит, никакой работы. Все на улицу водить хороводы, биться на кулаках и штурмовать масленичные столбы. В пятницу – тёщину вечеринку. Тёща наведывалась к зятю с ответным визитом. А в субботу на Золовкиной посиделке устраивали девичник. Всё, как сейчас – поболтать, мужчинам косточки перемыть. Мало кто знает, что на Масленицу ещё и гадали. Брали тарелочку с водой, а под тарелочкой записочки клали. Берём свечку. Льём воск. Куда воск причалит, оттуда и записочку достаем. Так, посмотрим, кто у Любы. Женихом будет. А ещё гадали на блинах. Брали блины, наполняли разной начинкой, вареньем, мёдом, разными пряностями и сворачивали трубочками. Затем девушки закрывали глаза и вытягивали блин. Кому достаётся сладкая начинка, например, варенье или джем, того ждёт удачный, безбедный и денежный год. Кто выбрал острую начинку, например, маринованные грибы или перец, у того впереди страстная любовь. Ну а пресная начинка, например, творог, стабильность и отсутствие в жизни серьёзных изменений. А кто монетку доставал, того год безбедный ждал. А ещё незамужние девушки на Масленицу ставили блины под кровать и при этом приговаривали. Суженый мой ряженый, приходи ко мне ночью, блины есть. И суженый обязательно во сне являлся. В воскресенье проходили проводы, провожали Масленицу всегда шумно и весело. Чучело забрасывали снежками и сжигали. Вместе с огнём уходила зима. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все традиции праздника. Ведь Масленичная неделя у нас сегодня – это рабочая неделя. А раньше была совсем по-другому. Масленица – это были такие каникулы для простого народа, если можно так выразиться. Как у нас сейчас новогодние каникулы, так вот в народе это была Масленица. Почему именно в этот период? Потому что в языческие времена, ещё до 15-15 веке, Масленица и вообще с 1 марта начинался Новый год. Некоторые традиции Масленичной недели утрачены, но цель праздника осталась – прогнать зиму и разбудить природу ото сна.